Слава Иисусу Христу! Я верю, что Бог хоронил нас в эту неделю. И, возможно, эти слова, которые мне пришли на сердце во время начала собрания, возможно, каждый из нас сегодня, находясь в собрании устами или сердцем, он говорит, Господь, спасибо Тебе, благодарю Тебя, что Ты снова прощаешь мне мои согрешения. Возможно, кто-то на этой неделе был исцелен, помилован, и он говорит, Господь, спасибо Тебе, благодарю Тебя, что Ты исцеляешь недуги мои. Возможно, кто-то на этой неделе был избавлен от могилы, Ты ехал на машине, Бог сохранил тебя. Ты был еще в каком-то опасном месте, и Бог избавил душу твою от могилы. Слава Богу! И твое сердце, оно, находясь в Доме Божьем, в присутствии Божьем, оно хочет благодарить Бога. Возможно, ты на этой неделе не раз переживал, как Он окружал тебя милостью, как Он окружал тебя щедротами в семье, на работе, в служении. Возможно, на этой неделе Бог насыщал душу твою благами, Он исполнял желания сердца твоего, не только нужды твои, не только потребности твои, и твоя душа благодарит Его. И Давид говорит, подобно Орлу обновляется юность. Возможно, тебе нужно обновление, тебе нужно пережить обновление, которое, переживая Орел, когда нуждаются в обновлении. И желание моего сердца – благословить имя Господа. Засвидетельствовать, как Господь явился мне лично. Меня зовут брат Саша, я приехал из Днепровской области. Я приехал вместе с женой Надеждой, она из Роменской области. И я хотел бы засвидетельствовать, как Бог явился мне, Он открылся мне. Я родился в 89-м году в городе Непопетровске. Я родился очень страшным диагнозом, с очень страшной патологией. В народе это называется «заящая губа», а в медицине это называется «расщеленья губы». У меня было воздействие разорвано все, не было переносицы, было кривые зубы, не было неба. И когда мои родители увидели меня, они отказались от меня в тот же день, 13 января 89-го года. Я вспоминаю те годы, когда я начал кричать правую и левую руку в добро от зла, где-то мне было около 4-5 лет, когда я начал сознательно смотреть на окружающий мир, мне стало страшно. Страшно от того, что я начал понимать своим детским разумом, что у меня нету самых близких для меня людей, это отца и матери. Я помню, что мне очень страшно стало, когда я первый раз отчетливо посмотрел на себя в зеркало. Я сейчас немножко намного лучше выгляжу, нежели тогда. Я помню, что я посмотрел на себя в зеркало, мне стало страшно. Я начал понимать, почему надо мной смеются и в мою сторону тыкать пальцем. Там, где я рос, и там, где были не только я и другие ребята, дети, сиропы, было разное, было страшное. Я помню, что там, в детском доме, над нами не раз издевались. Наверное, знали, что за нас никто не заступится. Знали, что некому за нас возвысить голос. Я не раз помню, когда мы ложились спать, и одна из нянищ, она постоянно это делала, время от времени. Она приходила поздно ночью, включала резко свет, на ее лице, на голове была страшная маска. Она пугала нас, причиняла нам боль. Мы кричали, пытались прыгать по кровати, под которой не могли запрыгнуть. И так было не раз. Я не буду все рассказывать, и желание или цель моего свидетельства не просто в нас вызвать какую-то жалость, сострадание, просто рассказать, каким путем вел меня Бог. И я помню, что не только я, но и другие ребята, мы ложились со страхом, и мы просыпались со страхом. Я знаю, что многие дети сегодня, имея отца и мать, они ложатся в покое в мире, зная, что в соседней комнате или рядом с кроватью, или с диваном есть его родители. И даже если ему угрожает какая-то опасность, он знает ребенок, куда бежать, потому что у него здесь родители. Это очень большое благословение. Хочу обратиться к детям, подросткам, молодежи. Большое благословение иметь родителей. Иметь материнскую любовь и отцовские объятия. В детстве я мечтал о том, о чем сегодня многие из вас имеют. Мы мечтали иметь родителей. Мы не мечтали иметь велосипед. Мы не мечтали иметь какой-то новый конструктор, мяч какой-то. Мы мечтали, ложась и просыпаясь, мы мечтали, что у нас будут родители. Когда мне исполнилось 6 лет, меня перевели в другой город, в город Непродержинск. Он сейчас называется Каменское. И там встретился я совсем другой реальностью. Я попал в школу-интернат, где было совсем не сладко и даже хуже, нежели в детском садике. Над нами, надо мной, издевались старшеклассники. Я не раз помню, когда, ложась спать, я ложился со страхом того, что ко мне кто-то подойдет из старшеклассников и ударит меня. Не раз было, когда я просто ложился спать и подходил в старшеклассник и просто ногой бил в живот. И я помню, когда первый раз я пытался рассказать это воспитателям, то я на следующую ночь получал то же самое. Мне дали знать, что если ты будешь рассказывать, тебе будет хуже. Я буду с вами счастлив. Тогда в 6-7 лет в моем сердце появляется негативное желание. Желание покойтесь жить, с самоубийством. Я начинаю понимать, что если я не нужен родителям, если у меня такая внешность, и надо мной так издеваются, смысл жить. Я не знаю, когда ты последний раз спрашивал себя, зачем я живу, для чего я живу, была ли у тебя мысль в сердце своем, возможно, не на устах, возможно, не в разговоре, но была ли у меня мысль, зачем ты живешь. Я думаю, когда у тебя есть любящие родители, забота, опека, любовь, внимание, защита, я думаю, не приходят такие мысли. Но у меня и у других ребят, детей и сирот появлялась мысль покойчись жить с самоубийством. Знаете, я знал на то время, что есть таблетка от зуба. Я знал, что есть лекарство от ушной боли. Но я не мог найти лекарство от внутренней боли, от отверженности. И я думал, что если я спрыгну с третьего этажа, я выключу эту боль. Попочив самоубийство в свою жизнь, я выключу эту боль. Я помню, что каждую пятницу, не только я, я сейчас говорю немножко о себе, но не только я это делал, мы сидели на подоконнике своего класса, мой класс был на третьем этаже, и я смотрел в окно. Каждую пятницу я плакал и смотрел в окно, ожидая, что мои родители когда-то придут и меня заберут. Я помню, что я видел забор, из-за заборов я видел дорогу, там проезжали машины, проходили люди, я видел ворота в наш двор интерната. И я помню точно, когда заходила какая-то женщина, которая мне незнакома, я как ребенок думал, наверное, это моя мама, она заберет меня, и я никогда здесь не буду. Когда заходил мужчина, я думал, наверное, это мой папа. Я очень сильно хотел видеть папу, да, я хотел сильно маму видеть, но мне так хотелось отца увидеть, мне так хотелось отцу пожаловаться, мне так хотелось просто сказать, отец, меня обижают. и я помню, когда заходил какой-то незнакомый человек, мужчина, я думал, это мой папа, он зайдет и заберет меня, я никогда не буду терпеть издевательства и насмешки. Я помню, что я ненавидел пятницу, потому что в пятницу на моих глазах забирали кого-то домой, у кого-то была бабушка, но не было родителей, у кого-то была тетя или дядя, и они на выходные забирали себе домой. И я помню, мы плакали, те, кто оставались на выходные, на каникулы, постоянно там, мы плакали, что нас не забирали. И я помню, когда мне было восемь лет, в наш интернат пришла одна бабушка, ее звали Мария, бабушка Маша, мы ее так называли. Она услышала от своей соседки в доме, услышала в собрании, что в нашем городе есть интернат, есть дети-сироты. Когда я у нее спрашивал, она попала к нам, она рассказывала, что она начала молиться Богу и говорит, Господь, что я могу сделать для этих детей? Эта бабушка Маша научила меня, что нам нужно идти дальше, чем наша молитва. Она говорит, я не хочу просто помолиться, я не хочу просто посожалеть временно, что есть где-то дети-сироты. Она говорит, я хочу что-то сделать для этих детей. Апостол Ияков в 4 главе, в 17 стихе говорит, кто разумеет делать добро и не делать тому, вы помните, братья и сестры, грех. Я это говорю не только вам, я это говорю себе прежде всего. Апостол Ияков говорит, что если мы понимаем, если наше ухо услышало, наши глаза увидели, наш разум понял, наше сердце ощутило, что кто-то нуждается в нашей помощи, кроме молитвы, и если наша рука сильна, помочь, поддержать, стать решением этой проблемы, стать ответом на нужду, мы должны этим воспользоваться. Аминь. Слава Богу. И бабушка Маша, она сделала первый шаг молитвы. В первый шаг она пришла на интернат. Она пришла в пятницу, тогда, когда оставались дети-сироты, которых не забирали. И я помню, что она зашла в класс, где нас собрали около 20 человек, может, немножко больше. Я помню, когда она зашла в класс и села возле учителяского стола, ее лицо сияло. Она не была наполнена какими-то богословскими терминами. Она очень немножко говорила нам об Иисусе, говорила нам о Боге и говорила, что есть кто, кто любит нас. С собой, в руках она принесла много печенья. Я помню, первый раз, когда я увидел длинные такие шоколадные охотничьи конфеты, мы никогда их не видели, такие конфеты. И я помню, что она своими руками налепила много пирожков. Не буду преувеличивать, это правда, мы в то время первый раз увидели, что такое пирожки. И я помню, она начала раздавать эти сладости, которые она принесла с собой. Она делала это с любовью, она делала это с радостью. С ее сердца, с ее лица сиял какой-то свет. Тогда я уже потом понял, что это Божий свет. Она не была похожа на спонсоров, которые приехали, сфотографировались и уехали. Мы им не нужны. Но эта бабушка Маша это делала с любовью. Дети-сироты, они имеют такое свойство, внутри чувствовать, очень остро чувствовать, где искренность, а где фальш. И я помню, что дошла очередь до меня. Я не собирался как-то привлекать внимание к себе. Я не собирался ей причинить боль. Но я сказал, мне не нужны ваши конфеты. Мне не нужны ваши пирожки. Хотя буду с вами честен, мы были голодные, я бы с удовольствием съел бы их. Но я немножко думал наперед. И не только я, другие ребята. Я говорю, бабушка Маша, нам не это нужно. Нам нужна семья. Вы еще побудете, может быть, 30-40 минут. И вы уйдете, а мы останемся здесь. Возможно, я не так говорил. Возможно, это близко к тому, что я сейчас говорю. И я понял, она немножко растерялась, потому что все остальные ребята, они брали конфеты и пирожки ели. И она говорит, мое сердце, она говорит, мне, смотря в глаза. ты знаешь, что тебя Бог сильно любит? Друзья, я буду с вами честен. Меня немножко это задело. Я говорю своим детским языком, то, что иногда говорят взрослые люди, веря теории Дарвина, теорию эволюции. Я говорил это, не зная этих теорий. Я говорил то, что говорило мое сердце. Я говорю, если есть Бог, который любит меня, почему я родился уродом? Меня так называли. Почему родители мои оставили меня? И почему надо мной издеваются каждый день? Друзья, поверьте, я задавал эти вопросы. И не только я. Эти вопросы были в сердце каждого ребенка-сироты. Но не каждый мог об этом сказать вслух. Есть люди, которые располагают наше сердце быть с ними искренними, открытыми. Да, бабушка Маша, она показала мне, что я могу быть с ней открытым. Что она не смеет меня. Она не судит меня. Потому что то, что я ей сказал вслух, я долгое время носил внутри своего сердца. И я помню, что она подарила мне Новый Завет, Евангелие. И она говорит, у тебя очень много важных вопросов. Я верю, что ты найдешь ответы здесь, в Священном Писании. Я немножко расстроился, потому что я думал, что она мне, ребенку, восьмилетнему, на руках, на пальцах объяснит все-таки, что есть Бог. И я это хотел услышать. Я не просто задал вопрос, чтобы поспорить с ней. Я хотел, чтобы на эти вопросы я услышал ответы на вопросы своей души. И знаете, бабушка Маша, она не спешила мне что-то доказывать. Она не спешила со мной спорить. Она предала меня Слову Божьему и благодати. Она верила, и сегодня верю я, что Слово Божье живо и действенно. Оно и сегодня острее двух сторон, двух сторон обыдет острый. Оно проникает до разделения души и духа составов и мозгов. И оно судит помышления и намерения сердечные. И нет творения, нет твари, скрытые от Него. Перед Ним все обнажено. Ему дадим отчет. Слава Богу! Она верила, и верю я, что и от дочи снег не сходят с неба на землю и не возвращаются тщетным. Это Исаия 55 10 стих. Да и Слово Мое, говорит Бог, оно не выходит из уст Моих тщетно и не возвращается тщетным, но оно делает то, для чего я послал его. Слава Богу! И Божий человек, Еремия, говорит, что Слово Мое подобно молоту, разбивающему скалу. Слава Богу! Наши сердца не были очень подобные или похожи на скалу. Наши отверженные сердца были похожи на камень твердый. И знаете, самая большая боль, наверное, самая большая рана это отверженность. Это когда тебя отвергают родители. Это когда мы, дети, отвергаем родителей. Я не раз был свидетелем, когда дети отвергали своих родителей. Это боль, когда муж оставляет жену, жена оставляет мужа. Это боль, которая может исцелить только Бог. И я помню, что бабушка Маша ходила каждую пятницу к нам. Не было ни одной пятницы, чтобы она не пришла к нам в интернат. Я помню даже время, когда был сильный дождь, был сильный ливень, и мы смотрели в окно в пятницу вечером. И мы, несколько ребят было возле меня, и мы решили, что она сегодня не придет. Но мы увидели строить ливень, и шла бабушка Маша. Она несла угощение, и она говорила нам о Боге. Слава Богу! Вспоминая это, я восхищаюсь ее верностью, верой, которая была движима добрыми делами. Я помню, что через год что-то произошло в моем сердце, что очень сильно повлияло на мое будущее, изменило настоящее и могло помочь мне пережить прошлое. Я помню, это было тоже пятница, около года прошло, у нас был банный день, нас раз в неделю упали с ног до головы. Когда не было таких условий, не было постоянно горячей воды, мы каждый день могли помыть ноги, руки, но раз в неделю, в пятницу, мы могли просто помыться, хорошо помыться хозяйственным мылом, и у нас еще был такой шикарный шампунь под названием «РЯД». Я думал, что это самый лучший шампунь. И я помню, что мы покупанные, помытые, мы идем в класс, и нас ждет бабушка Маша. Я помню, что она слово говорила о Боге, с ней было несколько других сестер, сестра Света, сестра Нина, другие приходили, но она часто приходила сама или с им-то. И я помню, когда закончилась наша беседа, мы подходили к ней и благодарили ее, говорили ей спасибо. Кто-то даже ее обнимал, кто-то называл ее уже родной бабушкой. И я помню, что я стоял в сторонке, чтобы подойти и сказать ей спасибо. И я помню, когда я стоял возле нее сбоку, я почувствовал себя грязным. Я первый раз такое почувствовал, потому что я был только с душа, я был помытый. я еще слышал запах этого шампуня на себе, но находясь возле нее, я чувствую себя грязным. И я помню, что я к бабушке Маше обратился и говорю, бабушка Маша, я не знаю почему, но я чувствую себя грязным. И мне так кажется, что если я еще раз побегу упаться, я, наверное, эту грязь не смою. Я увидел, как она заулыбалась, ее лицо засияло, и она говорит, Саша, это Бог влечет тебя к себе. Он говорит тебе, что тебе нужно очиститься и внутри. Я, когда уже вырос, я нашел это место, вторая глава пророка Еремии, там написано, даже если бы ты употребил много щелока и много мыла, нечестие твое отмечено предо мной. я понял, что вот это состояние, как говорит пророк Еремий, я пережил в свои девять лет. И я помню, первый раз я встал на колени возле бабушки Маши и первый раз помолился молитвой покаяния. «Слава Богу!» Братья и сестры, я верю, что Бог касается наших сердец. Я верю, что добрые дела это возможность людям, которые окружают нас, ощутить, что Бог есть, что Бог есть любовь. Я помню, что я считал Слово Божье. Я буду честен, я не все понимал, но Евангелие было всегда со мной. И я считал Евангелие не от хорошей жизни. Я считал Евангелие не потому, что мне что-то пообещали. Я считал Евангелие, потому что я верил, что там есть ответы на мои вопросы. Я бываю иногда в семьях и я вижу, как родители просят детей прочитать Библию, прочитать главу из Евангелия, выучить Слово 90, и некоторые родители говорят своим детям, ну пожалуйста, выучи Слово 90, я куплю тебе велосипед. Если выучи Слово 118, я тебе телефон куплю. И дети ради этого начинают учить или считать. Есть другие родители, возможно, мудрые родители, у них другой метод. Они говорят, не выучи Слово 90, в угол поставлю. Не выучи Слово 118, гулять не пойдешь. И учит. И деньги на месте у родителей, и ребенок Слово выучил. И такое бывает. я помню, что когда я был в воскресной школе, нам задали Псалом 90. Мне тогда было 11 лет. И я его выучил буквально, наверное, за вечер. Это было суббота, вечер, воскресенье, нужно было его рассказывать. И я так хотел, чтобы в классе, где я учился, где было 20 человек, чтобы очередь не дошла до меня. Знаете, почему? Потому что я очень плохо разговаривал. Меня не понимали даже учителя, которые спрашивали меня на уроках. И я помню, не раз я поднимал руку, зная ответ, говоря, учитель говорил мне, что ты там бормочешь, что ты там гунточишь, сядь и сиди молча. И я помню, что после такой реакции учителя на меня, на мои ответы, мне не хотелось больше поднимать руку. И я боялся, что в воскресной школе будет то же самое. И я помню, мы сидели вот так кругом, пошла очередь, я был в самый последний, и все дети говорят, я не выучил. Один там два стиха выучил, три стиха. И я смотрю, очередь доходит до меня. У меня ноги трущатся. А что у меня ноги трущатся? Я же знаю Псалом 90. Я понимаю, ноги должны вестись и руки и краснее. Кто не выучил Псалом, правда? Но я переживал, трущился, буду с вами счастлив, потому что я боялся, чтобы мои ровеси и в твоем классе не посмеялись за мной. И когда сестра Ира, черная ее была фамилия, она спросила меня, Саша, ты выучил Псалом? Я хотел сказать нет, чтобы избежать насмешек. И я знаю, что многие ребята с недостатками речи, или с невняткой речи, они переживают эти страхи, переживания. И возможно, мы пробуем и свидетельство для вас, чтобы помочь вам побороть страх. И я помню, что я сказал, да, я выучил. Я встал и рассказал в Салоп 90. Я помню, что 15 лет я буду сокращать свидетельства. Я помню, что 15 лет я заключил завет с Богом. Я отдал себя Богу. В 16 лет Господь призвал меня на служение. Это была простая ночная молитва. Я очень сильно любил ходить на ночные молитвы. Я решил, что ночная молитва нужна всем. Не только бабушкам, не только людям, у которых есть проблемы, есть болезни. Ночная молитва и молитвенное служение нужно всем. Аминь. И я никогда не забуду, что одна ночная молитва стала для меня судьбоносной. Я помню, что служитель той церкви Владимир Пресвитер церкви, он попросил меня помолиться, выйти вперед и помолиться за молодежь церкви, за молодежь нашего города. В нашем городе очень много молодежи погибает в наркотиках, в алкоголии и в других грехах и пороках. И я помню, что я не хотел выходить вперед, брать микрофон и молиться, потому что я очень сильно каплицовал. я боялся своей речи, я боялся, что меня не поймут, я боялся даже того, что надо мной посмеются в церкви, явно или тайно. И я помню, что я держал микрофон немножко дальше от себя, и мы начали громко молиться, и я обрадовался, что так громко молятся, что меня не слышно. Слава Богу, я сказал внутри себя. И вдруг я услышал внутри себя голос Божий. Готов ли ты, сын мой, не только молиться за молодежь, готов ли ты служить молодежи, готов ли ты проповедовать Евангелие. Вы знаете, друзья, первый раз, когда я сердцем своим слышал голос Божий. Я часто слышал голос Божий, считая Священное Писание. Я часто слышал голос Божий, слушая проповедника. И я часто слышал голос Божий, когда я пел хор, или кто-то рассказывал стихотворение. Я не раз слышал, когда Бог говорит со мной через эти служения. Но тогда на нашей молитве Бог заговорил в моем сердце. И я понимал, что это не мои мысли, это не моя фантазия, это не мои воображения. Я понимал, друзья, что со мною говорит живой Бог. И я помню, друзья, при меня был страх. Я начал внутри показывать Богу на парней, братьев, которые были на ночной молитве, которые были красивые, у них не было шрамов на лице, у них была хорошая речь. И я говорю, Господь, почему не они, почему я? Бог говорит, потому что я избрал тебя. Я помню, закончилась молитва, и мы начали петь какой-то псалом. По-моему, даже псалом вели и чудные дела твои Господи. И я так обрадовался, и пошел в конец зала, и просто порадовался, что я уже не буду молиться впереди, мне не нужно будет выходить, брать микрофон. И я помню, что пастор церкви, Владимир, на нем, знаете, был такой дар, дарование пророчества. И он подходит и говорит, Саша, Господь зовет тебя на клуб. Он хочет, чтобы ты служил молодым людям. Друзья, я тогда был в красной футболке на ночной молитве. Моя красная футболка была вся мокрая. Я рыдал большими слезами. Я рыдал из-за страха и сомнений, потому что я боялся, что люди не будут слушать меня, что люди не поймут мою речь, что будут надо мной смеяться и потому что я христианин и будут надо мной смеяться, потому что я так плохо разговариваю. И я помню, что Бог говорил в мое сердце слова, которые я потом прочитал в Библии. Бог говорил слова из книги пророка Исаия. Не бойся, я с тобой. Не бойся, я держу тебя за правую руку. Я говорю тебе, я помогаю тебе. Слава Богу. Братья и сестры, желание моего сердца, чтобы мы переживали и отношения с Богом. Я не хочу показаться лучшим в вас. Я не хочу, чтобы кто-то из вас подумал, что я духовный или сверх духовный в коем случае. Но я верю, что Бог говорит с каждым из нас. И Он хочет молодых людей, молодых парней, девушек, братьевых сестер. Он хочет звать на труд. И если Он избрал меня, немощное, слабое, Он хочет избрать и тебя. Я помню, что Бог постепенно исцелял мое сердце, исцелял от страха, исцелял от подверженности. Я помню, когда мы выходили с интерната и шли по городу, то я закрывал рукой свое лицо. Я не хотел, чтобы на меня смотрели. Я делал вид, что я кашляю, я делал вид, что я психаю, я делал вид, что поправляю нос, вытираю пот, но на самом деле я это все делал, чтобы закрыть свой нос и свой рот. Когда недавно начался коронавирус и начали носить маски, я думаю, еще такого в детстве у меня не было. Одел маску и себе пошел. Но я помню, что постепенно Бог исцелял мое сердце. И в 16 лет я начал нести молодежное служение в той церкви, где начинал служить. Я начал служить детям сиротов. Когда я вышел с интерната, я начал со своей стипедии выделять деньги, чтобы приходить в интернат и так же как бабушка Маша нести Евангелие, нести сладости детям сиротам. Но в моем сердце все чаще и чаще появлялось желание увидеть своих родителей. Я помню, что все чаще и чаще я начал просить Бога, чтобы Он дал мне найти моих родителей. Просто мне было интересно ребенку или подростку кто мой папа, кто моя мама, есть ли у меня братья, есть ли у меня сестры. Мне было просто интересно, я Богу говорил это в тайной комнате. Я извивал свою душу перед Ним и я говорил Господь Ты окружил меня заботой со всех сторон. Сзади и спереди Ты окружаешь меня и полагаешь на мне руку свою. Это Псалом 48. Я начал переживать это. Я говорю, Господь, я не сирота. Когда Господь крестил меня святым духом, я помню, я начал первый раз молиться словами Абва Отче. Я тогда не знал, что в 8 главе римлянов и других местах есть эти места, где написано, что мы Духом Божьим, сыны и дочери Божьи взываем к Нему Абва Отче. Мы не сироты, у нас есть Отец. Даже Давид, у которого был Отец Иисей, и у него была мама, ее имя не сказано, Он говорил в Салме 26-10 стихе, когда его родители умерли, Он сказал такие слова, Отец Мой и Май оставили меня, но Господь принял меня, слава Богу. И я хочу сказать все это сердце, возможно, ты имеешь судьбу как я, возможно, ты сирота именно вот здесь по бумажкам, но ты не сирота, у тебя есть Бог Отец, ты не один, Он рядом с тобой. И я помню, я начал молиться и просить, чтобы Бог дал мне возможность увидеть моих родителей. И в 2011 году, я помню, я попросил пастора, то есть церкви пресвитера, служителя, чтобы он поехал со мной в город, где я родился, и помог мне найти моих родителей. В моих личных документах был адрес моих родителей. И мы поехали в 2011 году туда, в городе я родился. Мы приехали многоэтажный, был такой многоэтажный дом, и служитель пастори церкви Владимир говорит, побудь в машине, посиди в машине, я пойду поговорю с твоими родителями, если они захотят с тобой увидеться, я позову тебя. И я помню, он пошел, я сидел в машине. Я помню, что около двух часов я сидел там, но эти два часа пролетели как 15-20 минут. Я очень сильно молился. Я помню, что тогда, находясь в машине, находясь в ожидании чуда, я столько много Богу пообещал. В ожидании мы очень много обещаем. И Давид говорил в Псалме 65, что войду до Божьей с обещаниями, которыми пронесла душа моя в дни скорби. И я помню, прошел около двух часов, я увидел, как дверь подъезда открывается, и выходит брат Владимир, он грустный, печальный, он садится в машину и говорит, Саша, я общался с твоей мамой, она не готова тебя видеть. я пытался ей объяснить, что тебе ничего от нее не надо, что ты просто хочешь ее увидеть, что у тебя все в порядке, что ты учишься в университете, что тебя есть на жизнь, просто я объяснял твоей маме, что он хочет с вами увидеться. Когда он говорит, когда я уходил, меня провожала твоя сестра, у тебя есть сестра на два года младше тебя, и она передала тебе небольшой подарок. Он разжал кула в своей руки, и там лежала маленькая серебряная цепочка. Она передала и говорит, передайте, скажите, что я сильно люблю своего брата. Я помню, друзья, мы ехали назад, где-то 40 минут мы ехали, и я не молился вслух, мои губы не шевелились, но я внутри кричал Богу. Я не мог понять, почему Бог всемогущий, который разбегает моря, который совершает чудеса, которому все возможно, где я часто находил, есть что-то невозможное для Бога. я не мог понять, почему Бог, которому все возможно, который проникает до разделения души и духа, который проникает в сердце человека, который забирает каменное сердце, дает плотяное сердце, я не мог понять, почему Бог всемогущий этого не сделал для меня по отношению к моей маме и моей сестре. Я забыл сказать, он сказал, пастор Владимир сказал, что мой папа умер, когда мне было 7 лет, уже когда не было моего отца. И я помню, что я очень сильно кричал внутри. Я не хотел показаться слабым в глаза служителем, который сидел слева от меня. Я не хотел, чтобы он услышал ропот и негодование в моей молитве. И когда я приехал домой, в общежитии, где я жил, я встал на колени и помолился такой молитвой. Господь, прости меня, пожалуйста, Отец Небесный, прости меня за мой ропот, прости меня за мой бунт, прости, что я как сын повысил голос на тебя, отца. Ты лучше знаешь, что для мне нужно. Я начинаю понимать, что 8 глава римлян, 266 стих, написано, что любящим его и призваны по его изволению все содействует братья и сестры. Одно дело цитировать, одно дело говорить его наизусть, комментировать его богословские, или в контексте. Но одно дело этот стих растворить в своем сердце, смириться, согласиться и сказать на это аминь. Исаи, 266 глава, 12 стих, нам написано, и все дела наши ты устрояешь для нас. Исаи, 26, 12. Братья и сестры, наступает время, когда то, что мы знаем, то, что мы считаем, оно начинает приходить в нашу жизнь, чтобы мы не просто цитировали, знали, где это написано географически, но чтобы это Слово Божье, оно помогало нам проходить трудные времена для нас. Слава Богу! Потому что Давид говорил, душа моя повержена в прах. Салом 118 25 стих. Душа моя повержена в прах. Оживи меня по Слову Твоему. Аминь. И я говорю, Господь, оживи меня, потому что мой дух пони, мою душу одолела депрессия, одиночество. Я помню, что Бог проговорил мое сердце. Я рядом. И я начал молиться такой молитвой, Господь, если ты не хочешь, чтобы я искал своих родителей, если ты не хочешь, чтобы я видел свою маму, свою сестру, я даже так начал молиться, помоги мне с этим смириться. Помоги мне просто дальше служить, совершать то поприще, то служение, которым ты меня призвал. Мне очень хотелось найти родителей и об этом рассказать детям-сиротам, которым уже я приходил и говорил, что есть Бог, который может вернуть вам родителей. Мне очень хотелось этим детям в интернате рассказать, что есть Бог, который восстанавливает семьи. И у Малахи написано, Он обращает сердца детей родителям, отцам и сердца отцов детям. Мне очень хотелось, чтобы это можно было рассказать. И я помню, что я с этим смирился. И прошло около четырех лет. В 2017 году, 5 августа, я поехал со своим другом Сережей, мы вместе выросли в интернате, я поехал в тот город, где я вырос, где был поставлен на очередь на квартиру, я поехал просто в исполком, в райотдел, чтобы проверить, на какой очереди я на квартире. Я помню, что мы проверили свою очередь, мы вышли из этого здания, и там были длинные ступени. И когда мы спускались по этим ступеньям, я отчетливо услышал в сердце своем, езжай на адрес своих родителей. Я благословлю твою встречу. Друзья, я буду с вами честен, в тот момент, когда я выходил из этого здания, я не думал о родителей, я не думал о что-то о таком, знаете, библейском или духовном, мы говорили на земные вещи с Сережей. И я помню, что я поворачиваюсь Сережей, говорю, Сережа, у меня на сердце приходит такое желание от Бога, верю, поехать родителям и снова их искать, попробовать снова увидеть свою маму. Но я помню, что мой разум начал воевать. Мой разум начал мне напоминать 2011 год, и мой разум начал говорить, но ты же там был, тебя не хотят увидеть, ты хочешь, чтобы тебе прямо в лицо сказали, я не хочу тебя видеть. Ты этого хочешь, так говорил мой разум. Возможно, говорил враг душ человеческих. И я помню, мы поехали вместе с Сережей, Сергей говорит, давай поедем, попробуем. И мы поехали. Я помню, подъезжая к району, где живет моя мама, я зашел в ближайший магазин, купил большую коробку конфет. Я буду с вами честен, я думал, что если моя мама скажет мне нет, мне в лицо, в глаза, я думал, я подарю ей эту коробку конфет и скажу спасибо ей за то, что она родила меня, не сделала аборт и не выкинула меня на улицу. Я буду с вами честен, я готовился к негативному ответу. У меня было негативное ожидание. Когда мы поднялись на этаж, где была квартира моих родителей, мы позвонили, нам никто не открыл. И я обрадовался. Знаете, почему? Потому что я боялся, что моя мама скажет, я не хочу тебя видеть. Мы разворачиваемся, чтобы спускаться по лестнице вниз и выходить на улицу. Я слышу, открывается дверь напротив квартиры моей мамы. И выходит пожилая женщина и говорит, молодые люди, кого вы ищете? И я, чтобы не говорить, что я ищу маму, говорю имя отчества своей мамы и говорю, мы ищем вот такую женщину. Она смотрит на меня, на низкого роста, смотрит снизу вверх на меня и говорит, а тебя случайно не Саша зовут? Я говорю, Саша. И она начала плакать. Я говорю, почему вы плачете? Она говорит, ты не сын этой женщины? Я говорю, да, я сын ее. Она говорит, ну Саша, мы думали, что ты умер. Когда ты родился, ты потерял очень много крови. И врачи сказали твоей маме, твоему отцу, что ты не желез, что ты долго не выдержишь. она, неверующий человек, начинает мне говорить, пожалуйста, прости свою маму. Пойми, прости. Вы знаете, я не знаю, почему, первый раз вижу эту женщину, я обнял ее. Я не всегда как делаю, но я обнял эту бабушку, говорю, не переживайте. Я пришел, чтобы не упрекать. Я пришел, чтобы не напомнить ей ее ошибку, ее грех. Ни в коем случае это не цель моего визита. Я хочу просто ее увидеть. Я хочу просто ее обнять. Я даже хочу чем-то ей помочь. Потому что Бог, который изливает любовь мое сердце, он помог мне простить мою маму. У меня нет упреков, у меня нет даже мыслей, чтобы ее упрекнуть в том поступке, в том грехе, который она сделала по отношению ко мне. И я помню, что она говорит, знаешь, твоя мама переехала вместе с сестрой твоей в другой район. Я не знаю, где она живет, но я знаю, где она работает. Она работает в одном центре торговом. Она продает обувь. Ты можешь ее там найти. Иди прямо сейчас. И мы пошли. И я помню, что я вижу этот уже торговый центр. И у меня внутри страх, внутри паника, переживания. Мне так хочется развернуться на 180 градусов, выбросить коробку конфет в ближайшем мусорне и ехать в другую сторону, в сторону себе домой. у меня настолько страх, переживание, что мне страшно пережить эту встречу. И я помню, что когда мы зашли в этот центр, я увидел несколько отделов, там был не один отдел обуви. И я не знал, в каком из них работает моя мама. Я не знал, как моя мама выглядит. Какие у нее волосы, и свет глаз, какого она росла. Я не знал. И я помню, что мы начали идти по этому торговому центру, и я зашел в один отдел обуви. Мой друг Сережа пошел дальше по коридору, а я остался в этом отделе. Я увидел женщину, которая увидела меня, и немножко опустила голову вниз. И я начал смотреть обувь, которая стояла на полочках этого отдела. Я помню, это было вот так, буква П, и она стояла где-то вот здесь в углу. Я повернулся вот сюда, и вот здесь стояла обувь. И я начал брать туфли, которые были перед моими глазами, держа руку конфет, я начал брать туфли. Мне туфли не нужны. Я не за туфлями пришел, но я не знал, что говорить. Я слышу в этом отделе тишина. я спрашиваю, по-чему эти туфли. Я настолько растерялся, что я даже на подошве не увидел ценник. Но я слышу тишина. Я вот стою, смотрю на эти туфли, а эта женщина стоит вот немножко сбоку. И я начинаю понимать, что сзади меня стоит не просто женщина, не просто продавец. Я начинаю понимать внутри, что сзади меня стоит моя мама. Потому что я знал, как продавцы себя ведут. Я не знаю, как у вас блузки, но я уже ходил до этого времени на базар. Ой-ой-ой, я брал кого-то с собой. Потому что продавец, я заходил что-то покупать, рассолки. Я понял, продавец нападал на меня, что вы хотите, что вы ищите, на какую сумму вы рассчитываете. Бах! Я приходил в себя, уже на мне была обувь, и мне говорят, с вас тысяча гривен. Я говорю, подождите, подождите, подождите. Вы завтра работаете, я завтра приду. у меня выход такой был. А здесь я смотрю, продавец не проявляет никакой ассоциативы. И я помню, друзья, я вот стою, смотрю на эти туфли, открываю глаза, закрываю глаза, начинаю молиться. У меня нету споргалки. Я не знаю, что уговорить. Я не знаю, как завести беседу с женщиной, которой я чувствую, что это моя мама. Я чтобы вам честно, мне хотелось, чтобы у меня была кнопочка, чтобы я провалился сразу на первый этаж. Мне так хотелось, чтобы выход был ближе, как вот это перегород, чтобы я раз и ушел с этого отдела. И я говорю, Господь, пожалуйста, дай мне мир, дай мне покой, дай мне слова, чтобы заговорить с моей мамой. Я помню, что я разворачиваюсь к ней, держу руку конфет и со страха начинаю говорить то, что не собирался говорить. Я говорю, вас зовут так, и назвал имя и отчество своей мамы. Она говорит, да. Я говорил, у вас есть сын? Она говорит, да. Его Саша зовут, да. И братья и сестры, не судите меня, но я начал говорить со страха и слова. Я говорю, ваш сын попросил меня передать руку конфет. Я думал, отдам, я что-то еще начал говорить. Я думал, отдам и убегу, просто выйду с этого дела. Когда я начал что-то со страха говорить, моя мама начала пламять. Я вместе с ней. Моя мама говорит, сынок, подойди ко мне. Прости меня, пожалуйста. Сынок, если можешь, прости меня. Прости меня дважды за то, что я славил от тебя и за то, что я не искал от тебя. Друзья, я видел в ее глазах честность, искренность. Я видел, что это не наигрывало. Я первый раз подошел, мне было 25 лет. Я в 25 лет первый раз обнял свою маму. Моя мама обняла меня. Слава Богу. Братья и сестры, я не хочу показаться лучше вас. Не подумайте, что я лучше вас. Апостол Павел говорит, я не хочу, чтобы вы подумали обо мне больше, нежели обо мне видите или обо мне слышите. И самое я хочу сказать. Не подумайте, что это сразу было в моем сердце. Я годами шел к этому. Я обнимаю ее, Иосиф обнимал своих братьев, и обнимал свою маму и говорил, мам, все в порядке. Я давно просил тебя. Я люблю тебя. Бог, который нашел меня, который не раз спас меня от самоубийства, который вел меня и 25 лет. он усыновил меня. У меня есть Бог, у меня есть Отец, у меня есть пища, у меня есть одежда, у меня есть все необходимое, я получил высшее образование, у меня есть все необходимое. Я помню, что моя мама подняла глаза ко мне и говорит, сынок, не называй меня мамой, я недостойна, я недостойна, мой поступок, я недостойна, чтобы ты называл меня мамой. Может, тебе тоже неудобно, можешь называть меня тетя, или просто по имени называть меня. Но я помню, что еще раз ее обняв и сказал, мам, нет, я буду называть тебя мамой, потому что последние 15-16 лет я молился тебе каждый день. Я носил тебя в сердце свое. Когда-то ты носила меня в гробе возле сердца своего. Я носил тебя в сердце своем, молясь за тебя. Я даже помню, что я сильно уставал, приезжал с конференции, со служения, просто падал с ног. Но у меня всегда, друзья, была короткая молитва. Я не всегда молился на коленях, но всегда у меня была молитва. Господь, где-то там есть моя мама, благослови ее. Я говорю, мама, я молился за тебя. Я не вычеркнул тебя из своей жизни. Прошло еще немножко времени, и в отдел забежала молодая девушка. Она увидела меня, начала плакать, начала говорить, Саша, привет, и начала просить прощения, отождествляя себя с моей мамой. Я тогда понял, что это моя родная сестра. она начала просить прощение, и достала телефон, показала фотографии, которые когда-то были у меня в интернете. И она говорит, Саша, я давно тебя искала, я нашла тебя, я видела тебя, я знаю, как ты выглядел. Я обнял ее, говорю, сестренка, без утрека, без ненависти, без, вы знаете, там, негодование, я говорю, сестренка, почему ты не звонила ко мне. И моя сестренка, она говорит, я боялась, что ты не захочешь со мной разговаривать. Я несколько раз набирала твой номер, и ты брал круг, когда ты брал круг, я сбрасывала. Я думала, что ты не захочешь со мной разговаривать, потому что я выросла в семье, я выросла в объятиях родителей. И я говорил, знаешь, я тоже боялся, что вы не захотите со мной разговаривать. И мы начали общаться, слава Богу. Я благодарен Богу, друзья, буду заканчивать, простите, что я, может быть, затянул время свидетельства, но я благодарен Богу, что Бог подарил мне эту встречу. Я самое больше благодарю, что Бог нашел меня в этом мире, что Он призвал меня на труд на служение. Сегодня вместе с моей женой и с ребятами, с братьями, с сестрами из центральной церкви мы отрыли церковь в селе Благовещен. Там не было даже православной церкви. Я несу там служение пресс-свитера. Я служу детям многодетных семьях, малобеспеченным семьям. Мы служим детям сиротам. И в моем сердце всегда есть желание, где есть интернат, где есть дом инвалидов, чтобы мы там служили и ребятам. Чтобы мы говорили, что есть Бог на небесах и Бог в сердце, который любит. И даже если родная мать оставит грудное дитя, Бог не оставит. Слава Богу! Желание моего сердца, молитву Богу, чтобы слушать и свидетельствовать, у нас появилось желание любить своих родителей еще больше. Дорогие молодые люди, хочу вам родиться. Благодарите Бога за ваших родителей. Не смотрите на то, какого размера шелек ваших родителей. Какой телефон дарит тебе отец или мать. Не смотри, в каком доме ты живешь, богатом или бедном или среднем. Просто посмотри на папу и маму и скажи Господь, спасибо тебе за моих родителей. Просто поблагодари, что у тебя есть папу, у тебя есть маму, у тебя есть бабушка, и возможно не одна бабушка, у тебя есть дедушка, у тебя есть благословение, потому что материальные вещи, они сегодня есть, завтра нету, но родители, это большое благословение. И знаете, я несколько недель был в одной семье, я говорил одному сыну, перестань грубить своей матери, перестань ей хамить, потому что она родила тебя, она из-за тебя долгим хотела, чтобы тебя вырастить, она дала тебе образование, и ты сегодня называешь ее старухой, и выгоняешь ее свистному, и говоришь, уйди отсюда старая, я не хочу с тобой жить в одном доме. Я знаю много таких примеров, когда дети повышают голос на своих родителей, это дети отвергают своих родителей, это просто раз в месяц привозят продуктов, ложат на порог, и уезжают, прыгая в машину, уезжая, не хотят поговорить с мамой, не хотят поговорить с отцом. Я обращаюсь к вам, молодые люди, если вы есть такие, пожалуйста, попросите у Бога прощения, попросите прощения у своих родителей, просто спроси последний раз, когда ты последний раз говорил, мама, я люблю тебя, просто так, не потому, что тебе что-то нужно, я хочу обратиться к молодым людям, чтобы вы дорожили возможностей служить в церкви, пожалуйста, умоляю вас, милосердием Божьем, как апостол Павел, винас и главе римлянам, умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, в жертву святую, угодную, для разумного служения, не сообразуйтесь с этим миром, не идите в ногу с этим миром, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, и познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Я хочу вместе с вами помолиться, поблагодарить Бога за бабушку Машу, за верующих, которые приходили и верили, что из нас получатся не просто христиане, не просто члены церкви, эти верующие люди, бабушка Маша, пастор Владимир, который очень много меня вложил, другие служители, они верили, что добрые дела, сделанные по вере, сделанные от сердца с любовью, могут у нас произвести перемены. Слава Богу! Хочу вместе помолиться, чтобы моя мама и моя сестра не так же уверовали Бога, как уверовал я. Хочу, чтобы ваша церковь была светом в этом мире. Хочу молиться, чтобы ваша церковь была солью в вашем городе, чтобы вы были письмом читаемыми и всеми узнаваемыми. Хочу, чтобы от вас, дорогие друзья, исходило Христово благоухание. Давайте мы с вами обратимся и мы с вами. Хочу, чтобы вы были мальчиками. Хочу, чтобы вы были мальчиками. Продолжение следует... 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 Я благодарю Тебя за жену, которую Ты мне подарил. Господь, благодарю Тебя, что год назад Ты подарил мне, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за мою супругу Надежду. Благослови ее, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за команду служителей, которые со мной крутятся в интернатах, которые вместе со мной крутятся в селе Благовещенка. Я благодарю Тебя, Господь, за церковь в городе Луцкий, за церковь Христа Спасителя. Я прошу, Господь, благослови это собрание. Благослови пресвятеров, благослови диагонов, благослови проповедников каждого служителя, благослови детей, подростков, молодежь, отцов, матерей, старцев и старцев. Благослови ту помежную церковь, неси ой свет, неси твоё дебанное. А Тебе пусть будет вечная слава, вечная хвала Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Хочу я тебе провали до прекрасної мети, час нелегкої години буду я тебе вести. А як станеш співкатись і не зможеш далі йти, я тебе, моя дитино, на рукав буду нести. Бо любов моя велика і немає її кінця, не реки її під сину, кров'ю вилилась вона. Я люблю тебе в едино, над усе, що в мене є. Хочу твою думі для себе, завжди бачити тебе. Бо найбільшість карбунерів жити з Богом усі дні. Йди до мене, не вламайся, руку дай мені свою. Бо любов моя велика і немає її кінця, не реки її під сину. Бо любов моя велика і немає її кінця, не реки її кінця, не реки її кінця, Бо любов моя велика і немає її кінця, не реки її під сину, Бо люблю собі ця, не велика і немає її кінця, не реки її кінця. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok